Так, ну чё, записывают? Вроде бы да. Всем привет, дорогие друзья! Вы на моём уже всё это знаете в спортивно-игровом канале Росфпс. Я решил записать вторую часть. Ностальгии. Также без нарезки, но уже 4 минуты, чтобы вас долго не задерживать. И сегодня такая у нас тема. Как вы знаете, сейчас Бавария, хоть и со скрипом, но постоянно берёт чемпионство, всех выносит в кубках и так далее. Вот. У меня возникла такая идея. Как вы знаете, в сезоне 13-14 были жёсткие матчи, крутые все дела. И тогда Баруси Дортмунд давала Баварии, так скажем, бой. Но сейчас уже как бы нет. Но тогда, как вы видите, матч Дэя включаем. И тогда Баруси Дортмунд, если я не ошибаюсь, конечно, и FIFA меня не обманывает, взяла чемпионство. А Бавария лишь второе место. Вот Ливановский 14 голов аж забил. И на секундочку, здесь есть Абумиянг. Правда, всякие Хумельцы и другие сломались. Рибери тоже сломан. Поэтому всё-таки матч Дэя мы отключим. Ну, как мы без Рибери-то? Вы чё? Фу, я даже не знаю, как сейчас Бавария без Рибери играет. Это ж ужас какой-то. Он такой быстрый, жёсткий. Насчёт состава, я думаю, можно оставить всё как есть, кроме ЦОПника. Нужно поставить более-менее нормального. Так, и поменять скамейку запасных, потому что здесь есть из кого выбирать. Например, тот же Гюндаган, который я надеюсь... Ну... Нет. Нет, Гюндаган нам, к сожалению, под эту схему не подходит. Здесь есть... Кто ещё здесь есть? Ну, Субботич под Центрального Защитника отлично подойдёт. Ну и всё, в принципе, тут больше никого из крутых я не вижу. К сожалению, ну и всё, в принципе, мы можем начинать. Можно ещё раз пройтись по составу. Всё-таки я Мачдэ включу, потому что Абумиянка дороже, как бы, ну, сами понимаете. Вот он. Он даже может играть спокойно на ФРВ, но мы всё-таки оставим Левандовский, который будет наказывать любого. Ну, всё, хватит уже тут тянуть. Пенальти у нас будет... Ладно, окей, пусть будет бить Ройс. Насчёт этого тут только усиление в штрафной прессинге искусственное. Абсайд нам не нужен, а то прилетит. Фу, всё, поехали. Я думаю, мы с вами хорошо проведём эти 15 минут. Сейчас, секунду, я ошибся. Я хотел 4 минуты поиграть, потому что 15 это... Ну, 6 это очень долго. Сейчас, секунду. Вот, в принципе, я всё, что хотел, поменял. Теперь, думаю, можно начинать. Посмотрите на состав. Всё. Фух. Так, поехали. Начнётся битва. Жёсткая. Так, это у нас какой стадион? Почему-то выбрали стандартный, а не баварский. Ну, окей. Так, ну, как вы видите, у меня... Так, где? Звезда футбола. Всё, как говорится, без обмана. Всё, поехали. Сразу же комментируем без нарезок, потому что, как вы знаете, из-за нехватки времени нарезать я, к сожалению, не могу. Но окей, мы с вами покомментируем. Подождите. У Ливандовски есть фейс? Нет, фейса у него нет. Ну, неудивительно. Сейчас я немножко яркость прибавлю. Поехали. Мы, как и любая немецкая команда, пойдём сразу же в атаку. Здесь пищик на субботича. Можно пока что отдать вратарю, который не добежит до мяча. Окей. Фух, что-то мне уже страшно стало, потому что вратарю не точно отдал. Все дела. Но здесь, я думаю, Ройс должен выигрывать. Правильно. Окей, молодец. Так, здесь переводик на субботича. Мы никуда не спешим. У нас всего лишь 4 минуты времени, поэтому это, на самом деле, очень мало. Но я думаю, мы справимся. Гюндаган на Шмельзера. Здесь запускаем Ройсов по флангу. Можно прострелить. Ливандовский! Первый гол неожиданно. Неожиданно. Но приятно. А как это получилось вообще? Просто тупо Ройс пробежал. И просто тупо Ливандовский забил. А куда Данте вообще смотрел? Данте, куда ты смотрел? Ну окей, под перекладину. Ну, все. Ноэр вообще ничего не смог сделать. Поехали дальше. Так, небольшая пауза была вынужденная. Фух. Поехали дальше. Отбор Ройс сегодня просто на стиле. Бежит. Я, кстати, не знаю, какая у него скорость, честно. Мехитарян, Гюндаган. Мимо. Ну окей. Кстати, на секундочку. Тут еще Хумельс играет в Баруси. Это тот момент, когда его еще не переманила Бавария. А вот насчет Марио Гетца я точно не знаю. По-моему, он уже в Баварии находится. Ну, тут темная история. А мы... Продолжаем. Ливандовский пытается навязать борьбу. Но у него это, конечно же, не получается. Ройс. А может, повторим? Так сказать. Нет, не повторим. Мы отлично прессингуем Баварию. Но, к сожалению, не получается зацепиться за мяч. И Бавария успешно выходит из обороны. Ну, вот видите, ну что это за прессинг? Ну, куда ты его в офсайт-то? Ну, зачем? Ну, вот что ты делаешь? Мне кажется, нужно менять срочно Ливандовский, несмотря на то, что он забил гол. Несмотря на то, что он забил гол. Ну, потому что, ну что, он ничего не делает. Это будет пустая трата времени. Абумьянг на ФРВ. Так, это сюда. Это сюда. Так. Все. Нет, ладно, михитаря на цапнике. Давай, замену мне быстрее. У меня тут Ливандовский не хочет играть. Все, окей, поехали. Ну, я надеюсь, хотя бы... Так, что это там у меня? Все правильно. Надеюсь, хотя бы наш... Так скажем, африканец. Он габонец, по-моему. Сможет себя... Показать. Поехали, пищик. Ну, здесь можно просто пробежать. Тут нам никто ничего не сделает. И можно сразу же подать серьезно. Нет, не серьезно. Буатенк. Жером здесь отлично сработал. Ну, и вот они опять вышли из обороны. Это у нас Манжукич. Пас. Не успеваю прочитать фамилию на Миллера. Прорывается по флангу Робен. Не знает, что делать. Все, Гюндаган забирает мяч. И... И опять... И опять мы не можем выйти из обороны. Вот это наша проблема, к сожалению. Так. Просто мяч придержи. Вратарю Хюмельс сюда, на Субботича. И мы спокойно идем в атаку. Спокойно. Мы никуда не спешим. Так. Ну, вот, пищик. У тебя с обработкой мяча реально какие-то проблемы постоянно. Так. А Буби Янг? Ну... Весело. А зачем я тебя поменял? Так. Гюндагану. Кейну. Попробуй по флангу. Попробуй вот так. Ух ты. Ушел. Он Рилли ушел. А Буби Янг и гол, да? А какая у него рабочая нога? Если он так справа бьет. Я не знаю, честно, какая у него рабочая нога. Но удар отвратительный. Для нападающего-то его класса так бить это позор. Минимум. Так. Это у нас Ройс. Мехитарян. Успешно дать паса. Буби Янг? Нет. Манджуки еще ждет подключения. Здесь передача успешная. Филипп Лам. Все еще. Нет. Это Риберий какой Филипп Лам. Лам на цопнике, по-моему. Фига себе. Скорость. Я же сместил вратаря. Куда ты бежал? Манджукич. Мощный форвард. Что вы хотели? Я, видели, сместил вратаря максимально вправо. Но он не смог засеять, к сожалению. Используем по максимуму скорость нашего Габонца. Перешли на фланг. Здесь можно попробовать вот так. 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 Что я делаю вообще? Ну, мы, по крайней мере, заработали штрафной. Но это я просто прикалываюсь бредятиной. Так. Марко Ройс. Давай. Ну, я думаю, потренируешься. Через 6 лет будешь забивать. Но не сейчас. К сожалению. Первый тайм окончен. По крайней мере, у нас есть парочка голов, парочка моментов. Это уже радует. По крайней мере. Рибери. Рибери. А, нет. Это Робен. Рибери. 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 Прикол был еще. Типа в Робен. В Рибери. Ну, это уже так. Тони Кросс еще не научился бить лонгшоты. Но уже имеет фейс FIFA 14. То есть, это о чем-то говорит. Так. Бендер. Сложная фамилия у этого парня. Это какой-то из балканских народов. Какой-нибудь серп, наверное. Или из Болгарии. Непонятно. Манджукич получает мяч. Прорывается. Но здесь наш вратарь. На месте. Пищик. Ищет варианты для передачи. Здесь Абумиянг. Так. Ну, давай забегай. Че ты там стоишь? Окей. Мы сместимся сюда. Дадим пас нам Хитаряна. Почему-то в разрез. Когда я делал точный пас. Я не понимаю. Зачем так нужно делать? 56-ая минута. Пока что нет вариативности в моей атаке. Видимо, потому что я не выспался. Вероятность этого максимально. А вот он, Филипп Лам. Только что бегал здесь. Все. Побежали. А кто это такой быстрый? Кто это? Непонятно. Передача Абумиянг. Здесь мощный Алаба. Или Алаба. Так. А кто это был? Это. Мне просто. А, это Шмерицер. Окей. Окей. Это наш левый защитник. Неплохо пробежался. Но. Передача его оставляла желать лучшего. Сейчас попробуем сделать парочку финтов. Которые я научился здесь делать. Да. За 6 лет я здесь научился что-то делать. Так. Давай. Иди сюда. Оп. 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 Че? Видал, да? Оу. Нет. Я. 360 случайно получилось. Я хотел сделать вот это. Вот. Смена линии. Так. Здесь у нас. Так. Ну. Данте. Он большой, мощный парень. Поэтому сложно. И штанга. Поборись. Нет. Бороться ты, к сожалению, не умеешь. Ну. Удар, конечно, хороший. Ноер вряд ли бы затащил. Ну. Окей. Моменты, по крайней мере, присутствуют. Мехитарян. Абумиянг. Сюда. На Ройса. Ну, опять не точно. Но окей. Пойдет. Мы попробуем еще раз. Ну, давай, борись против Данте. Нет. К сожалению, Ливандовский в этом плане смотрится намного перспективнее. Ну, в плане корпуса и все дела. Мехитарян бьет в Гюндагана. Непонятно, что делать. Так. Это перелом правой третьей ноги. Да. Окей. Красную получаем. И сейчас, походу, да. Замены. Ну, у нас насчет замен, конечно, не знаю. Ну, можно Гюндагана нафиг убрать. Он вообще ничего не сделал. Он ничего не сделал. Ноль. Абсолютный ноль. Так. Ну, это у нас на... Чего? Ну, Данте у нас мастер просто. Поэтому я не знаю, что у нас тут происходит. Можно попробовать сместить вратаря. У меня был выбор либо влево, либо вправо. Если туда, то он сделает туда. Если туда... Ну, удар прям прикольный. Я так же бью, кстати. Люблю так бить. Туф. И мяч летит, куда тебе нужно. Точный удар. Ну, окей. Я думаю, мы сравняем. Ну, и потом сыграем пенальти, потому что мне уже нужно идти в школу. На историю. Лучший предмет. Кстати, учите, ребят, историю. Офигенный предмет. Очень интересный. И если его вам не... Как вам? Не заставляют учить, а вы сами хотите этого. Вот и все. У нас поэтому и ненависть к истории. У некоторых особо одаренных учеников, которые даже не знают различия между Первой мировой, когда она закончилась, и между Отечественной. Ну, для справки, Первая мировая 1 сентября 1939, 2 сентября 1945. А Отечественная война, это 22-е. Так, сейчас, если перепутаю июнь с июлем, вы не обижайтесь. По-моему, июнь и окончание вот 8-е мая 45-го. У нас официально 9-е мая, потому что, ну, по-моему, подписывали в Америке, а там как бы разница 8 часов, и поэтому у них 8-е мая было, у нас уже 9-е. Следовательно, мы празднуем 9-го мая. Я пока говорил это, я ничего не смог сделать в атаке, и уже оканчивается матч. Но я все равно залью этот видос, потому что, ну, время было потрачено, каких-то 20 минут, но все равно это есть время. Можно было целый параграф на секундочку проштудировать. Нет, ладно, полпараграфа. Фу, к нам добавляют 2 минуты, и это значит, что мы ничего не успеем сделать. Но для 4-х минут звезда футбола, тем более против Баварии, я думаю, я считаю, что это хороший результат. Ну, в смысле, по количеству голов. Смотрите, как он двоих обошел. И даже смог ударить. Но наш воротарь, по крайней мере, с острого угла умеет защищать ворота. Ой, что? Ну, еще бы здесь пенальти поставили. Так, это у нас будет угловой. Со 100% вероятностью буду утверждать, что мы сейчас... На, ну, а что он своим корпусом закрывает мне тут правильно? Давай мне желтую. Рибери, мы здесь попрыгаем. Оп, 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 оп. Весело нам, весело. Так, что? А что это было, Рибери, у нас? Ё-моё, а зачем вратарь туда ушел? Ну, FIFA у нас любит удивлять, конечно. Конечно, FIFA любит удивлять. Я со 100% вероятностью вам гарантирую, что когда мы отберем мяч, вот мы его оттабр... Ну, если мы даже... Уверяю вас, если бы я играл за Баварию, я бы просто тупо бегал за Рибери и Робина и отдавал пасы на Маджукича. Там было бы намного больше голов, чем у Баруси. Но Баруси, крутая команда, которая вот в тот сезон смогла... 13-14. Если ошибаюсь, поправьте. Не нужно писать, что я не знаю чего-то. Просто поправьте. Вот. Ну, а с вами был РусиФП. Сучите историю. Всё. Что ещё могу сказать? Обязательно. Просто каждый должен сдать историю. Ну, я не навязываю. Просто так вам говорю. Потому что история... Это наше прошлое. И если наши современники, дети, так скажем, ученики не знают, что было в прошлом, то у нашего народа нет будущего. Всё. Вот. Я вам так это скажу. Вот. А чего я вообще вас задерживаю? Ребят, у вас там ещё уроки надо учить, а вы на Ютубе зависать. Всё, давайте. Учите уроки, я пойду в школу. Всё. Всем пока. Ё-моё.